всем здравствуйте жду когда кто-нибудь не помашет вижу присоединение еще раз всем здравствуйте подождем одну минуточку кто смог себе позволить посмотреть прямой эфир не в записи я пока подготовлюсь сколько народу всем привет привет сегодня будет интересный очень познавательный эфир для начинающих подологов я думаю что вам будет очень интересно ну что я думаю что можно начинать итак вас приветствует подолог в бандане моя фамилия смирка назовут меня татьяна моей практике 18 лет и направлением и подология в подологии я уже более десяти лет поэтому принципе могу ответить на любой вопрос и решить любую проблему тема нашего эфира сегодня все виды тампонады плюс расскажу достаточно подробно про подал джесс темпа от компании владмиева до эфир будет сохранен и про некоторые продукты тоже которую я использую при тампонирование тоже от компании владмиева да я вижу что вы мне все машете спасибо девочки что нашли возможность прийти на мой эфир сразу же в приветственной части расскажу про домашнее задание нужно будет кликабельной ссылкой отметить сделайте скриншот соответственно эфира неважно это будет в прямом эфире сделано или в записи сделайте скриншот отметьте меня и аккаунт с которого я веду эфир кликабельной ссылкой и обязательно отзыв пожалуйста девочки обратите внимание на это отзыв должен быть конструктивный то есть не просто ой как здорово все понравилось что понравилось что нового вы узнали что не понравилось то есть ну чтобы было понятно из отзыва вообще сделать какие то можно было бы выводы я думаю что это не так сложно да там но два три предложения написать потому что информация мы достаточно много вам даем и не жадничаем рассказываем все по теме ну что я думаю можно начинать теперь расскажу еще план небольшой эфира в плане у нас что такое тампонада все виды тампонады далее все виды тампонады мне тут модель будет мне подсказывать читать ваши вопросы все виды тампонады 2 2 вида кюретки которые мне нравятся которые можно купить да и еще расскажу какие ошибки совершают при постановке тампонады готовьте сразу вопросы кого какие есть ну все поехали и так что же такое тампонада для чего мы ее используем в какой руку какую роль она несет в нашей работе у тампонады может быть три то есть в трех вариантах мы используем тампонада в первую очередь несет защитную функцию то есть мы ее закладываем в пазуху между ногтем и боковым валиком то есть она защищает мягкие ткани от ногтя наверное это одна из самых важных задач тампонады защищать далее тампонада является отводящим материалом что значит отводящим материалом когда мы работаем с раневой поверхностью с ну даже не с раневой поверхностью и нет давайте так когда в случае отводящего мы работаем все-таки с раневой поверхностью когда мы работаем когда мы работаем когда мы работаем с раневой поверхностью и у нас отходит какие-то жидкости гнойные отделяемые нам нужно чтобы она хорошо выходила чтобы рано очищалась так вот тампонада будет служить таким отводным патрубка можно так сказать грубо говоря как вот после операции ставить какие-то трубочки отводящие да так в нашем случае будет действовать тампонада выводить наружу все жидкости которые отделяет рано дальше тампонада служит проводником это всему в том случае когда мы работаем и с раневой поверхностью и не с раневой поверхностью когда нам нужно чтобы не образовывались мозоли допустим под ногтевой пластиной в боковых пазухах или когда нам нужно в рану донести какой-то препарат то есть мы тоже закладываем тампонаду и она будет служить уже проводником я дальше вам покажу каким образом то есть мы ставим тампонаду и оставляем кусочек наружи и уже там выбираем что нам нужно отводить значит мы туда ничего не капаем или нам нужно проводить мы туда капаем какое-то средство и она служит проводником такой рельсочкой можно сказать что-то еще только что подумал половина эфира будет в теории я сейчас быстренько вам расскажу а дальше расскажу про все тампонады а дальше я вам уже на практике в практическом задании практическом занятии покажу как это все делать у меня тут готовая модель сидит покажу как работать со всеми видами тампонады всем привет привет вижу все машут спасибо так ну что повторим что такое тампонада тампонада в первую очередь это изоляционный материал до который защищает защитный материал мягкие ткани от ногтя он может служить проводником и может служить отводящим материалом ну теперь перечислю какие все таки виды тампонады бывает начну самого классического это каполин считаю что он должен быть у каждого мастера даже эстетиста на рабочей тумбочке каполин бывает разного качества покажу вам несколько видов пользуюсь одним но держу в тумбочке несколько чтобы показывать ученикам чтобы они не совершали ошибок не покупали такой каполин покажу как его отличить в чем разница какой брать какой не брать забыла положить себе на тумбочку и так мой любимый каполин причем не нужно привязываться никакой фирме покупая вот они обычно идут в таких маленьких прозрачных пакетиках без познавательных знаков его очень легко отличить посмотрите он достаточно хорошо пушится его очень легко вот так вот растянуть раздербанить так сказать да то есть сделать еще тоньше потому что бывает очень плотно прилегает ноготь к ногтевому ложе да если мы еще не ставили коррекционную систему и туда ничем не подлезть и положить простой каполин достаточно сложно поэтому приходится вот так его немножечко распушить чтобы аккуратненько его туда подтолкнуть смотрите беру каполин который не нужно покупать не нужно покупать он бывает широкий бывает чуть поуже но вот по мне он какой-то такой скользкий смотрите он уже так не тянется особенно вот этот посмотрите он совсем не тянется если сравнивать вот с этим с хорошим этот здорово прям тянется он прям вытягивать среди в какую тоненькую ленточку так вот мало того что он не тянется он скользкий он толстый и вот достаточно сложно зафиксировать в пазухе и вот он смотрите он совсем не пушится совсем не растягивается вот я его тяну изо всех сил я конечно могу порвать но это вот достаточно сложно он не тянется не пушится и он прям такой скользкий его прям вы прям увидите когда возьмете в руки это тоже это чуть получше потоньше но тем не менее тоже какой-то вот он скользкий я думаю что это наверное один из самых главных признаков что вот он скользкий этот материал у хорошего каполина он такой похож на хлопок но вся продукция как весь материал для тампонирована сделан из синтетических материалов чтобы там ничего не загнило не заплесневело не не испортилось ну вот он похож на хлопок вот такой каполин мне нравится дальше это это то что должно я считаю быть каполин должен быть у всех мастеров на тумбочке включая эстетистов почему ну во первых вы избавите вот здесь и сейчас клиента от болевого синдрома очень многие приходят с болевым синдромом и прямо вот здесь и сейчас вы можете убрать болевый синдром у клиента он будет вам очень благодарным и он то ничего в этом не понимает и он обязательно придет вам вернется и скажет что вот я пришел не болела мне помогли вот здесь и сейчас плюс это конечно ну дополнительный заработок то есть занимает это там какую-то 30 секунд буквально до занимает каполин стоит недорого хватает его очень на длительный промежуток времени я при своей текучки до при огромном потоке клиентов ну то есть я даже не помню когда его покупала очень на длительно хватает поэтому все-таки это и дополнительный заработок и это избавление клиента от боли он еще к вам вернется будет вам очень благодарным дальше 2 из классических вариантов это лига за на есть такая коробочка удобная ее брала у галины в лавровой она их продает поэтому можете все вам понравилось обратиться к ней здесь у меня ты лига за на и каполин это те три материала которые очень часто используются в работе и они стоят вот так в удобной такой коробочке вот если забудете я вам напишу и там аккаунт где я брала эту коробочку не там еще много всяких коробочек под фрезы под все дальше лига за на него тем отходить лига за на выглядит вот так я думаю что видно посмотри пожалуйста видно сколько стоит сколько стоит такая тампана из каполина вы имеете ввиду процедуру или сколько сам рулетик каполина стоит не поняла вопрос напишите пожалуйста вот так вот такой лига за на он вообще шире идет но я его режу пополам не так удобнее он вот такой что в широкий в два раза идет рулетик но я его режу чтобы мне удобненько вот так отлежала процедура сейчас отвечу чтобы не сбиться вот посмотрите как выглядит лига за на у это такой знаете тоненький тоненький поролончик вообще изначально этот материал изобрели для для лежачих больных чтобы не образовывались пролежни ну и далее уже преобразовали нам в профессию его ввели для тампонирования для каких-то перевязок вообще тогда вот перевязочный материал для лежачих больных при каких-то вот когда образовываются я свой пролежни этот материал очень хорошо амортизирует за что я его люблю то есть я его наверное использую процентов 90 наверное в своей работе использую чаще всего все таки или казана почему почему использую его этот материал во первых он весь пористый соответственно он будет хорошо отводить и хорошо приводить помним да что нам нужно либо отводить какие-то жидкости да из из раневого изра из раны да когда у нас идет раневой процесс либо нам нужно что-то ввести и вот как раз таки вот эта пористая структура очень хорошо работает плюсом достаточно хорошо дышит и он очень здорово амортизирует то есть он такой это вот как маленькая губочка такая он здорово амортизирует и когда он лежит между ногтем и мягкими тканями он еще и амортизирует очень здорово поэтому все-таки чаще всего использую я ли газа на у меня есть у меня есть гайд 5 так сейчас помню топ 5 топ 5 разгрузочных материалов которые я использую чаще всего в своей работе и вот в нем как раз таки там есть ли газа на и там кликабельные ссылки если вам нужно можете у меня его попросить я пришлю вам директ не написать дальше это что касается классической тампанады да это ли газа на и каполин дальше перейдем более современным материалом это губки от концерна владмиро я использую все три у меня к сожалению сейчас одна закончилась я жду ее но они принципе похоже 1 а выглядят баночки абсолютно одинаково вот такие баночки раньше это было все покажу раньше это было тут таких банков это предназначалось для стоматологов компания владмиро выпускает также стоматологические материалы и эти губки были сейчас я вам покажу наглядно вот смотрите если я буду сравнивать со своим ногтем то есть ну вот смотрите какая она огромная когда я начинала пользоваться этими губками мне приходилось ее дербанить да там раз расчленять так сказать чтобы она встала в пазуху куда мне нужно и естественно остатки мне приходилось выкидывать потому что я и уже потрогала помусолила вот ну и тем не менее пользовались потому что очень удобно эти губки сразу пропитаны эссенцией сейчас буду дальше рассказывать так вот что сделала компания владмиро я конечно думаю что не только я очень благодарны компании владмиро потому что это наш российский бренд который очень много выпустил крутых продуктов для ждать искренне пожелал сейчас вот это не нужно то что показывал то что что раньше используем сейчас покажу то что нужно будет заказа за скринить так вот компания владмиро выпить выпустила столько продуктов крутых для нас для подологов при этом еще уж что очень важно они перевели эту линии линейку подологическую в косметические средства и за сертифицировали так что мы подологи имеем полное право пользоваться и там присыпать закладывать завязывать имеем полный полное право использовать все эти препараты в пределах своего кабинета то есть это уже по документам не медицинские препараты которые мы принципе не имеем права использовать да мы конечно будем честными используем какие-то средства аптечные там медицинские препараты но если придет проверка нас конечно там потом накажут а вот компания владмиро сделала для нас продукты те же спонжи значит она их легализировала для нас также очень отмечу хороший набор наверное самый лучший материал для протезирования прям такой полноценный набор в котором все есть секундочку потеряем если в котором все есть для протезирования и чем он хорош у меня там где то есть в релс с такой с постом самый эластичный материал ну на мой взгляд это самый эластичный материал из всех тех что я пробовала а вы знаете что чем эластичный материал тем лучше для ногтей на стопе показываю губки вот в таких они баночках идут сверху они идут в коробочками коробочки уже выкинула и вот посмотрите какого они размера как раз делали такие маленькие спонжики для для того чтобы они вот прям помещались как раз пазуху но если бывает бывает маленький я могу прям два использовать бывает ну чуть большой но они очень хорошо ложатся мне не было такого что мне пришлось там его как-то раздербанить вот они идут в таких баночках сейчас я вам покажу сделаете screen так смотрите подал джесс спонжи они разные разные значит одни идут антисептические вторые идут антибактериальные и 3 спонжи это йода формные чем отличаются баночки отвечаю использую их в разные стадии раневого процесса то есть антисептические мы используем когда у нас только петь первая стадия раневого процесса когда у нас еще нет никаких отделяемых да когда только-только вот появилась ранка воспаление мы используем антибактериальные антисептические простите пожалуйста а вот антибактериальные мы уже начинаем использовать во вторую фазу раневого процесса, когда у нас уже появилась отделяемая гной, то есть рана уже такая грязная, вот тогда мы используем антибактериальные. А йодоформные, это уже процесс третий, используем его когда уже идет пролиферация, то есть когда уже идет стадия заживления, вот тогда мы используем йодоформные. У меня они закончились, но я думаю, что вы очень легко заразберетесь. Очень много во всех городах есть представителей компании Владмивы, где можно купить, где можно держать эти баночки в холодильнике. Нет, я держу их в тумбочке в нижнем ящике, их не нужно как-то какого-то особого хранения у них. Вот я сейчас смотрю, хранить от плюс пяти до двадцати пяти, то есть особого хранения не нужно. Так вот, в чем преимущество этих спонжей? Эти спонжи, мало того, что они тоже в виде губки, они хорошо амортизируют, они еще и пропитаны сразу подходящей для нас жидкостью, то есть антисептической какой-то эссенции, либо антибактериальной, либо йодоформной. Сроки. Сроки, девочки, ну я не знаю, я сейчас не буду смотреть. Срок хранения три года, прекрасно, я считаю. Вот я вижу, срок хранения три года. Здесь тридцать штук в каждой баночке, представляете? Даже у меня надолго хватает, учитывая, сколько раневых процессов веду я. Давайте, какие еще есть вопросы? Какой эссенции пропитаны губки? Ну я же рассказала, есть антибактериальные, есть антисептические, есть йодоформные. Прям вот состав этих губок вы можете запросить у Владмива, если вам так важно, возможно, потому что на йод бывает у некоторых аллергия. Я, если пользуюсь йодоформными, то обязательно спрашиваю, нет ли аллергии на йод. Сколько такие баночки стоят? Девчонки, честно скажу, не помню, но мне кажется, что все-таки достаточно доступно. Вы прям можете зайти в инстаграме на сайт Владмива, и там у них прям магазины, и полистать, посмотреть цены. Помню только набор, сколько стоит для протезирования, потому что обновляла недавно. Можно ли их использовать нераневого процесса, просто для разгрузки? Нет, не стоит. Ну вот просто бессмысленно. Зачем? Силиконовая тампонада. Я сейчас дальше про нее расскажу. Мы до нее не дошли еще. Вижу, девочки спрашивали, сколько стоит процедура. Конечно, зависит у каждого по-разному, но я считаю, что не меньше 100 рублей должна стоить тампонада. Ну, то есть вы знания приобрели, да, вы потратились на сам материал, и вы его поставили, вы облегчили жизнь клиенту, обезболили, так сказать, не меньше 100 рублей. Вот, а там уже у кого какой прайс? У меня тампонирование от 300 рублей, если это, допустим, просто тампонада, да, это нераневой процесс. Просто я, когда есть синдром вросшего ногтя, ну, врастания как такового нету, да, идет давление. Я 300 рублей беру. Если это уже более сложный вариант, то 500 рублей. Вы смотрите по своим прайсам. Но все-таки я считаю, что обязательно, даже эстетистам нужно иметь самый простейший материал, каполин. Стоит копейки. Вы увидите, его достаточно несложно ставить. У всех получается почти с первого раза. Просто, ну, иногда бывает некоторым страшно. Еще есть вопросы, чтобы я могла продолжить дальше. На все девчонки вопросы ответили. Ничего не пропустили мы? Мне, я читала, там писали про силикон. Силиконовая тампонада тоже Владмиева. Видела, многие пользуются. Вы ее рекомендуете? Да, я, конечно, ее рекомендую. Я вам ее сейчас на практике буду показывать. Так, ну, пока не вижу вопросы. Рассказываю дальше. Как раз-таки про подал джестемпа дальше расскажу. Подал джестемпа. Это тампонада. Вот. Мне что-то подтекало, я ее закрыла. Это тампонада вот в таких шприцах. Сейчас я вам... Так, не видно, да? Вот так, наверное. Видно? Вопрос. Скриншоте. Девчонки, есть прозрачная, есть синего цвета. И сейчас они выпустили такого нежно-розового цвета. Тоже еще и не брала, потому что у меня это очень предостаточно. Какой вопрос? Через сколько дней приходит клиент в раневом процессе для смены тампонады? Зависит от самого раневого процесса. То есть, если там, ну, в своем... В пределах своего кабинета, если у меня приходит клиент с вросшим ногтем и с грануляциями уже, когда, знаете, такое диковое мясо висит со всех сторон, такого клиента я могу пригласить на следующий день или через два дня, а не позднее. Потому что все-таки степень ответственности при гипергрануляции выше, когда вы ведете процесс. Давайте начнем даже с того, что это не в нашей компетенции, но, будем честными, работают с этим практически все. Кто еще не вырос до такого уровня, они, конечно, отправляют куда-то, но те, кто уже вырос до этого уровня, они все-таки работают с гипергрануляциями достаточно активно. И я, может быть, кто-то через 4 дня приглашает, но я все-таки понимаю, какая это ответственность. Я приглашаю либо на следующий день посмотреть, начало ли спадать воспаление. То есть, как только я вижу, что воспаление уходит, конечно, грануляция еще будет долго подживать, подсыхать и отваливаться, но мне нужно увидеть, что воспаление уходит. И тогда я уже могу клиента пригласить через 2-4 дня. Опять же, если тампонада выпала, ну какие могут быть 4 дня, обязательно приходят клиенты, я фиксирую снова тампонаду. Потому что, когда раневой процесс идет во второй стадии, много отделяемой жидкости и кровит, и гной течет, и тампонада может просто выйти. То есть, все зависит от ситуации. Но в сложных случаях я все-таки приглашаю на следующий день. Когда это первая стадия раневого процесса, могу вообще не приглашать 4-5 дней, то есть, скажем так, по запросу клиента, рекомендации дала, тампонаду поставила и говорю, если что-то будет беспокоить, если выпала тампонада, мне сразу на телефон. Я обычно приглашаю все свои перевязки, все какие-то острые случаи, да, когда там кто-то пишет, ой, выпала тампонада, или там скоба слетела. Я принимаю после рабочего смены. То есть, я отработала до 8-8, у меня там пришли 2-3 перевязки или еще что-то, я быстренько там по 15 минут и отправила. Вот. Еще какие есть вопросы? А когда гипергранулема ставить антибактериальным? Да, да. Сначала мы ставим антибактериальную, а потом мы уже начинаем этот весь гранулем, эти все грануляции сушить и уже пользуемся другими препаратами. Оно требует праймера как композит. Сейчас все расскажу. Давайте возвращаемся, пока вопросов нет у других, да? Только по... А при грануляции советуете в уход? Да, конечно, в уход советую при грануляции. Обязательно ее нужно чем лучше, чем быстрее, тем лучше подсушивать, чтобы все подсыхало и уменьшалась эта грануляция. Так, ну возвращаемся все-таки к подлжестемпам. Кто не заскринился, пожалуйста, скриньте. А уход подскажите домашнюю при грануляции? Самый... Давайте я скажу самый примитивный. Я, конечно, пользуюсь там целлоформом. Самый примитивный это квасцы жженые из аптеки. Вот это самое простое, дешевое. Убираем влажность со стопы и межпальзер промежутков и прям сыпем на грануляцию. Это самый дешевый, самый простой способ. Есть, конечно, препараты другие. Я целлоформом пользуюсь. Сейчас вот мне еще... Как раз сейчас посылка пришла. Я сейчас покажу вам эту буду. Вот такая пудра от фирмы Росси Лак. Они мне сейчас прислали несколько продуктов на тест. Но вот эту пудру я купила. Я ее прям захотела сразу купить без теста. Она вот такого зеленого цвета. По ней можно... Вот сейчас я трогаю у нее... Ну, нормальный помол. Ни мелкий, ни крупный. И ее я буду использовать для работы в аппаратной технике по пальцам. Ну, то есть я в 80% использую пудру перед тем, как начинаю работать в аппаратной технике. Я так привыкла. Мне так удобно. Люди приходят с разноцерированной стопой, да. И мне, чтобы кожа немножко ушла влага. Либо когда кожа очень тонкая, создаю пудрой такую, знаете, пленку защитную между кожей и фрезой. То есть, ну, меньше шансов, что вы ее перетрете или пораните. Потому что у меня очень много клиентов таких прям возрастных-возрастных. Я хожу еще с такими волонтером в отделение милосердия. И там, ну, представляете, ну, вот люди лежачие. У них кожа, она вот как труха. Она прям, ну, растворяется, рассыпается под инструментом. Поэтому очень важно такую кожу не перетереть, не порвать, не поранить. И я использую всегда пудру как защитный вариант. Так вот эта пудра как раз-таки в фирме Рассеросила. Вы можете заскринить. Их два вида. Одна уходовая, да, которую вы можете продавать в уход своим клиентам. И есть пудра, которая... Так, она, честно говоря, называется Тера. А почему не Талик? Ну, Тальк, это просто Тальк. Я им тоже пользуюсь. То есть простой присыпкой пользовалась. Но эта пудра идет сразу антибактериальная. И вот ей как раз-таки можно присыпать грануляцией. То есть они прям очень много тестов провели в работе с раневым процессом. Поэтому, ну, естественно, я ее купила, потому что она более универсальная. Тальк, это просто Тальк, да, который уберет размоцелированную, уберет влажность вот со стопы. А эта пудра уберет также влажность, но при этом она еще антибактериальная. И я ей могу присыпать тут же рану и отправить клиента. То есть подсушивать рану. Поэтому этот продукт будет более универсальный. Видела уже отзывы хорошие по ней. Достаточно чистый, хороший состав. Поэтому вот, ну, сразу могу так рекомендовать. Честно сказать, еще я не работала. Но я думаю, что вот буквально пару дней я поработаю с ней. И сразу же у себя в аккаунте какой-то рилс залью с отзывом. Что, ну, понравилось или не понравилось. Я всегда говорю честно, рекомендую только то, что мне нравится. Вот по помолу она мне уже понравилась. По составу я достаточно очень хорошо читаю составы. Поэтому по составу она мне тоже понравилась. Ну, и раз там состав такой антибактериальный, я думаю, что и на раневом процессе он будет работать тоже очень хорошо. Дальше. Есть вопросы? Давайте. Уход за тампанадой дома. Типа какой? Можно ли мочить? Если это просто тампанада, не при раневом процессе, без проблем, конечно, мочите. Я даже рекомендую иногда в уход какие-то капельки, да, там, ну, с коллагеном, флюиды какие-то. От Кане вот флюид хороший. От Инки можно рекомендовать сыворотку в уход. Это вот сыворотка при стопаних криптос. Она такая, знаете, нежирная. Ее можно использовать при, когда клиент носит систему, да, корректирующую, там, либо крючковую, либо я работаю с унибрейсом крючковой, она универсальная, ее и клеевую, и крючковую можно использовать. И работаю титанкой. Так вот, вот такая сыворотка, она такая нежирная, ее можно использовать при корректирующей системе, чтобы корректирующая система не отвалилась, не соскочила. Вот, что еще? Взяла тоже от Росилака сыворотку, но не могу сказать, еще не тестила, ничего вообще. Я все пока через себя не пропущу, не успокоюсь. Также можно использовать подиафарм сыворотки. Тоже она как водичка, она не будет давать жирности и не помешает носить коррекционную систему. Если вдруг, все-таки, вы ставите тампонаду на раневой процесс уже, ну, скажем так, на вторую стадию раневого процесса, то я уже не рекомендую первый день мочить, когда я заложила туда какое-то средство, лекарство сделала, там, перевязку удалила в растающий элемент, то я, конечно, не рекомендую в этот день мочить. Мне нужно максимально, максимально, так сказать, внимание к этому процессу, да, первые-вторые сутки, чтобы никакая ни вода, ничего там, сырость, ничего новое не завелось, и воспаление начало спадать, поэтому я все-таки первые-вторые сутки не рекомендую мочить. А там уже дальше смотрю. А вот если, ну, первая стадия раневого процесса, то мочить можно. Можно использовать вот всякие капельки, я вам показала. А еще, если нет раневого процесса вообще, есть только просто болевой синдром, то могу даже рекомендовать клиенту клей БФ из аптеки. Обыкновенный БФ-клей. Кто постарше, те знают, молодежь, мало кто знает этот клей. Он стоит что-то там копейки. Клей БФ специальный для ран. Зафиксировать тампонаду, чтобы не бегать без конца ко мне, да. У кого-то хорошо, это зависит от физиологического строения, от возраста. У молодежи все это быстрее вылетает, потому что у них активное выпотевание, активная выработка кожного сала. Конечно, тампонада быстрее вываливается, от строения валиков зависит. В общем, от многих факторов. И вот чтобы не вываливалось, хорошо держалось, я рекомендую клей БФ. Они прям вышли из душа, подсушили немножко ножки, капнули себе, значит, на этот, на тампонаду, чтобы она там достаточно хорошо держалась. Я и могу в кабинете сразу зафиксировать, чтобы они уже мылись, и она не намокала. То есть вот такими средствами я пользуюсь. Ну, также, естественно, там сыворотку аркады используются и при раневом процессе, и не пролив, и не... когда его нету, чтобы ноготь был эластичный, чтобы не врастал, не крошился, быстро отрастал. То есть все-таки домой назначение обязательно даю. Подсушиваем только в том случае, когда уже грануляция. А когда грануляции нет, мы все-таки там питаем, пытаемся быстрее этот ноготь срастить, используем какие-то сывороточки. Есть еще вопросы? А то мы так и не перейдем. Как называется сыворотка от Подиафарм? От Подиафарм. Их там две, по-моему. Вот это вот у меня сыворотка. Нет, она одна. Сыворотка-активатор роста ногтя. Она тоже с коллагеном идет. Но она вот такая нежирная. Я даже себе на новый костюм капнула, и у меня вот пятна не осталось. Сколько уже мы в эфире находимся? 39 минут. 39 минут. Давайте перейдем все-таки. Еще вопрос. Ну давайте, последний вопрос. Как относитесь к составу из анальгин, динексид и дикамитазон при второй стадии? Так, мне надо прочесть. Давай я посмотрю. Ну вот, смотрите, а для чего нам такой состав? И в чем он идет? Это что, мазь? Или это пудра, опять же? Или это, ну, состав в чем идет? Кремообразная? Или это какая-то жидкость? Скажите клей. Клей, пожалуйста. Клей BF называется. BF6. Еще раз покажу. Он бывает в разных фирмах. Не знаю, видно, нет. Ну вот просто можете запомнить. BF6. Это специальный клей для ран. Но я использую, чтобы зафиксировать тампонаду. Когда нет раневого процесса. Так, ну ладно, продолжим. Вернемся все-таки к подлоджест-темпо. Он бывает в разных шприцах по 4 грамма. Вот так. У меня это не вылетало ничего? Нет, все хорошо. У меня просто показалось, что это приостановленный фирм. Вот, зависло. Слава богу, все хорошо. Значит так, бывает он в разных шприцах по 1,5 грамма. И по 3,5 грамма. Бывает в трех цветах. На данный момент в трех цветах. Синий, прозрачный и нежно-розовый. Нежно-розового у меня сейчас нет. Потому что у меня очень много прозрачного и синего. Сегодня я вам буду показывать все на синем. Потому что прозрачный не видно, будет неудобно. Но иногда, ну, я вообще чаще всего работаю с синим, чтобы видеть, что все-таки я делаю, где материал лежит удобней. Но бывают такие случаи, когда это лето, босоножки. Да, и клиенту нужно немножко подобрать снизу, подложить под ложечку под уголочек ногтя. Конечно, я буду использовать прозрачный. Итак, сейчас я переворачиваю камеру на ножку своей модели. И буду вам показывать в практике все-таки, как использовать под ложечку. Я думаю, что губки я не буду показывать. Думаю, всем понятно, как ее закладывают. Ну, посмотрим сейчас по времени. Так, переворачиваю камеру. Вот так. Сейчас настрою. Немножечко. Извините, всегда такие технические моменты какое-то время забирают. Нет, вы расслабляйте ножку, чтобы вы напряжение не сидели, а я уже подстроюсь под вас. Еле нашла модель, конечно, так что-то у меня сегодня не складывалось с моделями. Так, вот так будет хорошо видно. Я думаю, что отлично, да? Отлично, я думаю, видно. Замечательно. Итак. Одену перчатки. Задайте вопросы, пока я тут готовлюсь. А в каком объеме удобнее всего поделиться? Девочки, смотрите. Хватает тоже на длительно. Дело в том, что этот материал подал жест темпа, он достаточно универсальный. Я им работаю, когда работаю с бородавками. То есть, чтобы у меня азотка не утекла куда не нужно, да? Я делаю такое колечко вокруг бородавки. Ну, я могу тут тоже визуально все это показать. Как я это все делаю. И я им пользуюсь как очень-очень мягкое протезирование. Когда, допустим, убрали уголок, но хотим, чтобы не завалился боковой валик, я могу прям заложить туда под лжест темпа. Сейчас все покажу. Итак. Начну. Начну. Сейчас поменяю носик. Поменяю носик. Конюлечку. Использую всегда конюльку с тонким носиком. Есть, конечно, конюли с толстым носиком. Сейчас я вам покажу. Но я использую... Так. Сейчас попробуем показать разницу. Вот, посмотрите. Видите разница? Толстая такая большая дырочка и маленькая. С маленькой все-таки удобно работать. Я понимаю, сколько материала она мне подаст. Ну и начнем. Чтобы мне заложить... У меня, конечно, не очень удачная модель сегодня. Ну вот, извините, что есть. Я думаю, все равно вы все поймете. Все поймете, как и что. Ну вот, к примеру. Да, тут, конечно, под ноготок не подобраться. Ну вот, к примеру, у нас, допустим, есть какие-то вот здесь беспокойства. Естественно, нам нужно все вычистить, почистить фрезой. И мы заложим туда. А лампа. Вот такая лампа используется. Так, немножко пошел в ту бить. Вот такая лампа используется для сушки подал жест-темпа. Но, я сама не пробовала, но, девочки, многие пробовали сушить подал жест-темпа. Вот, смотрите, можно сейчас заскринить, хорошо видно. Подал жест-темпа можно сушить в обыкновенной лампе, в которой вы сушите гель-лаковое покрытие. Но, гораздо дольше. Если здесь я сушу 10-20 секунд этой лампы, то в простой лампе мы сушим что-то там до минуты они сушат его. Итак, что очень важно. Носик. Поменяли носик. Носик мы на каждого клиента берем новый. Я думаю, тут и так все понятно, да? Берем новый носик. Обязательно обезжириваю. Обязательно хорошенечко обезжириваю. Я работаю спиртом. Все время раздобываю спирт и работаю спиртом. Вы можете это сделать, к примеру, вот таким образом. То есть обезжирить. Хорошенько у меня тут сидит просто подросток в кресле. Я, кстати, когда мне нужно, чтобы прям тамбаната хорошо стояла, и я вижу, что у меня гидрозник сидит в кресле, да? То есть очень влажная ногтевая пластина, и стопа, и пальчики. Я могу нанести тоненьким-тоненьким слоем вот такую жидкость. Либо я вам покажу из набора, они идут по-другому называются. Сейчас, секундочку одну. Ну, это очень крайне резко, когда прям совсем гидрозная стопа, чтобы не обслаивалась. Вот такой набор подал джест. Набор для эстетичного... Так, сейчас, секундочку. Вот так моделированный ногтевой пластины. Сейчас я вам уже тогда вам покажу, похвастаюсь, чтобы вы знали, что есть такие прекрасные наборы у Владмиева. Вот так вот. Почему столько шприцов много? Разных цветов, чтобы вы при моделировании, протезировании ногтя могли подобрать четко цвет. Возьми, пожалуйста, бумажку. Подобрать цвет, вот цвет ногтя. Секундочку. И вот он, пожалуйста, подал джест праймер. Фиксируйте, делайте скриншот. Вот этот праймер, это, как знаете, вот мы праймер выкладываем под геймлак, да, вот тут тоже такой праймер можно использовать под подал джест темпа. Но вообще использую крайне редко. Набор стоит 9 900. Ну, там плюс-минус у разных представителей. То есть мы обезжирили. Так, сейчас я приближу. Мы обезжирили. Если нужно, нанесли адгезив, да, либо адгезив, либо праймер владмиловский. И начинаем выкладывать подал джест темпа. Так, где у меня? Еще вопрос. Давай. Носики можно замачивать после процедуры? Нет, девочки, ну как? Так, там же внутри все равно остается. Зачем их замачивать? Они идут бесплатно, вложенные в коробочку вместе с подал джестом. Любой праймер будет. Так, подождите. Я вам только что показала. Либо адгезив мы используем, либо вот из набора я вам такой же праймер. То есть на нем либо написано адгезив, либо будет написано праймер владмиловский. Видите, написано Владмива. Но мы его используем крайне-крайне редко, когда совсем уже гидрозник там сидит у меня. Так, ну что, давайте приступим. Что я делаю? Хорошенечко оттягиваю боковой валик. Погружаюсь носиком в него и начинаю выдавать материал. Завожу носик под ногтевую пластину и выдаю еще материал там. Дальше я распределяю немножечко материала еще по ногтевой пластине. Хорошо видно? Это можно сделать прям конюлькой. Я всегда хорошенько выкладываю материал на пластину. Я не кладу только в пазуху. Почему? Потому что просто на коже материал держаться не будет. Ему нужна сцепка с ногтем. Теперь, что я делаю? У меня хорошо оттянутый валик. Я чуть-чуть его отпускаю назад и начинаю просушку. Хорошо видно? Вопрос еще был. Давай. Так. Которые ногти под гел-лак можно? Нет. Я показала специальные праймеры. Ага, все. Праймеры. Еще тоже нужно. Так. Просушила 20 секунд. Он имеет небольшую липкость. А пишут, что комментарии мешают? Девочки, смотри. Вот так повыше палец. Отпусти, расслабь ножку. Комментарии, девочки. Но вы можете убрать их у себя. Просто смахните вниз. Без проблем, я думаю. Нет? Нельзя? Все. Вот так все. Вот, посмотрите, что у нас получилось. У нас, получается, лежит он в пазухе на ногтевой пластине и под ногтевой пластиной. Что еще я могу сделать? Можно вашу ножку вторую? Девочки, я вернулась или нет? Идет эфир? Девчонки, напишите, помашите. Я не понимаю. Да, все идет. Все идет нормально? Так, возвращаем вашу ножку. Пошу. Стоимость услуги рассчитать. Ну, я в своем кабинете беру. Если большое количество использую, то рублей 500. Точно. Вот, не меньше. Так. Давай-ка вот так вот сделаем. И не будем вопрос еще. Посмотрите, вот здесь не хватает уголка. Здесь. Как это потом снимается? Это очень легко снимается, я вам покажу. Итак. Обезжирили. Если нужно, нанесли праймер. Оттянули. Видите, здесь угла не хватает. Занырнули. И пошли. Вот здесь, получается, совсем не хватает уголочка. И чтобы у нас боковой валик не завалился, мы формируем такой искусственный ноготок, как бы. Замену ему. И я всегда очень прилично накладываю на сам ноготь. Потому что, ну, все-таки сцепка идет больше на ногте. Если что-то лишнее сделали, можно подобрать. Очень все это легко. Хорошо видно? У меня хорошо оттянут валик. Теперь я чуть-чуть отпускаю. И просушиваю. Что значит, если нужно праймер? В каких случаях? В тех случаях, когда у вас прям вот гидрозная стопа. Вы видите, что прям все. Пальчики влажные. Пластина такая жирненькая, эластичная. Ножка вся влажная. Вот когда вы понимаете, что она очень гидрозная. Ну, это подростки и молодые люди, которые спортом занимаются. Я думаю, что вы сразу поймете. Ну, крайне редко использую. Но использую. Когда вот гидрозная стопа и очень влажный пальчик. Влажная, эластичная, жирненькая пластина. Мы сейчас просили правильно рассушим? Конечно, обязательно, да. 10 секунд мы его просушиваем. Вот, посмотрите, что получилось. Можно там больше добавлять, меньше. В общем, как вам удобно. Также бывает, знаете, например, приходит клиент. У него вот так вот отросла ногтевая пластина. Например, удаляли. Или там была травма. Сама отслоилась ногтевая пластина. И вот он так вот на 1 треть или на 2 трети. Вот такая ногтевая пластина. Мы можем весь вот этот край, чтобы здесь свободный край не заваливался. Подушка не заваливалась, да, не складывалась. Мы можем все вот так вот залить по долже стемпа. И просушить и отправить клиента. То есть, ноготок будет спокойно себе расти. Не будет потом упираться в мягкие ткани, которые завалились сюда на ноготь. Подпиливать ничего не надо? Нет, он гладенький, очень гладенький. Теперь смотрите, как мы удаляем. Я беру обычный размягчитель. Или даже просто водой можно. Вообще никаких проблем в этом нету. Так, давайте здесь оставим, наверное. Здесь я ее оставлю, пускай будет. Здесь можно убрать. Здесь он ей не нужен. Вот так, не туда. Вот так вот, чуть-чуть. Вот я взяла. Можно водой, но я обычно размягчителем чуть-чуть броснула. И при раздвоении ногтевой пластины можно его использовать. Что вы имеете ввиду при раздвоении пластины? Вот, посмотрите, он достаточно легко снимается. Видно никаких проблем. Не больно тебе? Нет. Все хорошо. Все достаточно просто вынимается. Напишите, пожалуйста, еще раз материал используемый. Какой? Что имеете ввиду? Какой материал? Сейчас, который использовала? Вот этот синий. Да, я думаю. Синий. Он бывает прозрачный. Это подал жест Tempo от компании Владмива. Делайте скрины, девочки. Бывает также прозрачный. Вот тут написано прозрачный. Ну, так же розовый бывает. Еще раз покажу. Потом гель можно на него делать? На тампонирование? Нет, конечно. На тампонирование нельзя. Во-первых, это будет торчать. И вот используем вот такой праймер, если нам нужно под него. Но только тоненько-тоненько на накоток. На кожу не накладываем. Обратите внимание, девочки. Прямо это запишите. Праймер накладываем только на накоточек. Тоненько-тоненько. Сушим 10 секунд. Только на накоток. Используем крайне редко, когда вы видите, что к вам пришел человек с гипергидрозом. Дальше. Дальше рассказываю, что еще вам показать. Хочу вам показать, как я выкладываю. Вот смотрите. 59 минут. Так, вот такой еще прозрачный материал. Не знаю, видно, не видно вам будет. Так, вот он. Вот такой прозрачный. То есть я его использую, когда мне нужно, например, где-то вот так под уголочком завести немножко, чтобы уголок не кололся. Таким образом можно немножко и подтереть, и подобрать конюлькой. И можно подобрать... Сколько обычных клиентов ходят с такой тампонатой? По-разному. Могут две недели отходить, а могут весь месяц отходить. Многие девчонки пишут, что совсем не носится. Значит, не выполняете все рекомендации. Потому что могу вам вот даже фотографию скинуть. У меня девочка ставила 30 или 31 октября. И вот по сей день сегодня какое число? 25 дней она ходит прекрасно. Причем она гидрозница. Она полная, но активная. Потому что у нее трое деток. И все прекрасно стоит. Если кто-то не верит, могу прям скриншот прислать. Вот, посмотрите. Практически не видно, чего я там сделала. Но уголок не будет колоться. Еще вопрос. При расширении ногтевой пластины на две части можно его использовать? При расширении или раздвоении? Расширении. Девочки, вот немножко, наверное, некорректный вопрос. Я не могу понять. Как это при расширении на две части? При расщеплении на две части Не думаю, что это хорошая идея использовать. Возможно, да, можно прикрыть там чего-то, если вдруг голое ногтевое ложе. Можно. Но нужно решать проблему кардинально. От чего все-таки это расщепление пошло? В чем проблема? Можете прислать мне в директ фотографию. Я посмотрю, и мы с вами попробуем вместе разобраться с этой ситуацией. Дальше. Если есть раневой случай, можно, Капалин, зафиксировать? Можно, можно. Его можно ложить прямо на раму. Не использую его во второй стадии. Ну, вот не вижу в этом вообще надобности. Но в первой стадии раневого процесса использую на ура. Пропустила вопрос. При экзостозе. При экзостозе. А что он вам даст? Вот скажем так. Когда есть экзостоз уже, да, заваливается подушка пальца. Ну, что он вам даст? Я думаю, что ничего не даст. Можно использовать. Ну, вот чтобы он не образовался экзостоз, нужно использовать. То есть, когда нет части ногтя, да, длительно, ну, допустим, полностью утрата была ногтя по какой-то причине, он у вас тут торчит маленький. Вот, можно все ложе заложить этим темпом, чтобы не образовался экзостоз. Вот так можно. Какие рекомендации? Рекомендации клиенту никаких. Просто внимательно, когда выпадет, тогда вернуться. Вот хочу вам показать, как выглядит губка. Губка выглядит, ну, тут у меня подросток, у нее, тут я в пазуху ей точно не затолкаю эту губку, не буду ее мучить. Но хочу вам показать, что, смотрите, вот я ее сминаю. Посмотрите, она становится совсем такая, ну, малюхонькая. То есть, она достаточно хорошо деформируется, хорошо ложится в пазуху, очень хорошо сминается. Вот, посмотрите, совсем становится какая. Поэтому, кажется, что она такая большая, но она хорошо уложится в пазуху. Особенно, вот когда висят такие грануляции, под грануляцию ее подсунуть, она сразу с эссенцией готовой. То есть, очень даже классно. Еще вопросы, девчонки. А вот девушка, которая задавала вопрос при раздвоении. Так, при раздвоении. Давайте так, давайте вы мне пришлете все-таки фотографию. Я вам помогу прям разобраться, дам рекомендации. Не будем сейчас в эфире, потому что могу ответить некорректно. Вы говорите об одном, я могу подумать про другое. Давайте я вам помогу, напишите мне в директ. Расскажу про свои любимые кюретки. Еще вопрос. Поясните, пожалуйста, что за губка для тех, кто недавно присоединился. Это губки спонжи, подолджест спонжи, которые мы используем при тампонировании. Есть губки антибактериальные, антисептические и йодаформные. Используем в разные стадии раневого процесса. Антибактериальные используем во вторую стадию процесса раневого. Антисептические в первую стадию раневого процесса. Йодаформные используем при пролиферации, когда уже идет стадия заживления. дальше девочки рассказываю про губки девчонки надо пересмотреть будет все-таки эфир вот таких баночках пересмотрите эфир там все подробно рассказываю показываю дальше расскажу про кюретки моя любимая киритка это сталиков сталикс к сожалению сейчас очень сложно вот можете делать screen есть конечно очень как сказать есть очень дорогие немецкие инструменты но когда вы начинаете я не стала вам показывает там немецкие они запечатанные вот что-то среднее по цене сталикс эксперт то есть не очень острые иногда знаете купишь ну прям ну сильно острый боишься клиента поранить когда там панируешь или бывают наоборот толстые к концу сильно расширенные тоже не нравится то есть сталикс эксперт сейчас скажу сталикс эксперт про так 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 эксперт 20 дробь 2 это вот моя любимая кюретка есть еще в йока тоже 020 она идет смотрите теперь покажу ошибки какие же ошибки совершают при тампонирование почему-то многие решают что вы тампонировать нужно вот таким образом то есть заталкивать материал вот так нет мы кюреткой работаем когда делаем педикюр обняли почистили обняли почистили обняли почистили обняли почистили но когда мы тампонируем нужно все-таки работать вот таким образом вот так иначе вот острым концом когда так вот работают туда пытаются тампонада затолкать это может быть очень больно для клиента поэтому мы работаем вот так в пазухе подкладываем туда и подпихиваем аккуратно аккуратно и под уголок какие еще совершают ошибки при тампонировании иногда напихают столько тампонады что у клиента ну просто начинает еще больше болеть потому что напихали ой девочки подожди секунду у меня у модели из носа кровь пошла держите очень насыщенный эфир то есть напихают столько тампонады что еще больше немножко надо немножечко подложить под ноготь и если вдруг нам надо продеформировать боковой валик немножечко чтобы она и в боковом валике так вот лежала ну не нужно там напихивать так чтобы там прям натрамбовать это одна из ошибок и есть еще ошибка когда девчонки год я сделала тампонаду просто пора положили ее сюда в пазуху нет не завели ее под ноготь не подтолкнули не подпихнули ее туда а просто в пазуху положили все ноготь как давил то есть ноготь же у нас может быть вот так в пазуху давить да вот так а может он давить вот так а у вас тампонада вот ну вот здесь грубо говоря не вижу видно не видно сейчас я вот так сделал то есть вот представьте что вот эта рука моя это боковой валик а это ноготь то есть иногда ноготь режет вот так да и нам нужно поставить сюда тампонаду а иногда ноготь вот так режет и нам нужно завести тампонаду под него и в боковой валик сюда. Так, ну что, девчонки, что еще? Я вам рассказала, какие кюретки я использую, какие мне нравятся. Рассказала про ошибки, рассказала про все вам виды тампонады. Немножко про раневой процесс. Спрашивайте еще, какие есть вопросы. Еще раз, значит, стоимость баночки. Девчонки, ну зайдите в инстаграме во Владмиеву, и там в магазине у них можно все посмотреть. Правда, не помню, сколько баночки стоят, сколько стоит под All Jest Tempo. Ну, вы знаете, по цене все доступно, потому что это наш российский производитель. Давайте переверну. Я думаю, что уже показывать ничего не буду. Переверну камеру на себя. Возвращаюсь. Так. И еще могу поотвечать вам быстренько на вопросы, потому что... Для протезирования есть маленький набор? Маленького нету, девочки. Ну, знаете, я точно знаю, что можно купить все это. Вот почему мне нравится очень этот набор у Владмиев, потому что все составляющие можно купить прямо раздельно. Вы можете действительно купить себе одного цвета, жидкотекучую там идет. Сейчас я вам покажу, раз уже спросили. То есть, ну, соответственно, что здесь у нас? У нас здесь праймер идет, здесь идет моделировочная жидкость. То есть, вот это, вот это нужно будет все купить. Обезжириватель можно использовать свой. Аппликаторы, я думаю, тоже разберетесь, чем можно там, какими-то палочками, этими зубочистками использовать. Шпатель, ну, тоже можно использовать. Есть железные многоразовые шпатели. Вот. А по поводу шприцов, то есть, они идут вот разных цветов. Да, это все одно и то же, только разных цветов. Жидкотекучий и более плотный материал. Можете купить просто себе, допустим, одного какого-то цвета, жидкотекучий и плотный. И потом уже там покупать себе по мере разбогатения другие цвета. Видела, что люди стерилизуют каполин. Да, есть такое дело, у кого есть автокласс, стерилизуют каполин. Я в своей практике использую, если мне нужен стерильный каполин, у меня есть прям рилс. Можете посмотреть, зайти ко мне в аккаунт. У меня есть рилс на эту тему. Я использую хардмановские салфетки стерильные. Они прям очень крутые. И они, вы знаете, по консистенции, так сказать, они вот такие, как мой любимый каполин. Я прям от этой салфетки могу кусочек отрезать. У меня получается вот такой вот каполин, который я могу прям распушить. Поэтому зайдите ко мне в аккаунт. У меня там есть рилс. На тот случай, когда вам нужна стерильная компонада, вы можете использовать хардмановские салфетки. Там идут две салфетки. Из одной вы можете отрезать кусочек. Из остатка вы можете сверху на рану положить и сделать перевязку. Еще вопросы. А если врастает указательный палец на ноге, что можно сделать? Указательный? Так. Если у вас указательный палец на ноге врастает, то можно сделать то же самое. Взять просто более меньший кусочек тампонады, либо совсем немножечко подал джест темпа. То есть те же манипуляции, только в более меньших объемах. Подскажите, пожалуйста, что рекомендуете в домашний уход при грану левыми порошок баниоцин? Рекомендуете? Ну, можно, да, справляться с баниоцином, девочки. Но баниоцин это все-таки аптечный препарат, да. Я бы все-таки рекомендовала бы, ну, вот, либо такую пудру в домашний уход. Потому что, ну, мало ли, особенно, да, с подростками. А если у него аллергия на какие-то компоненты, там же антибиотики идут, и может быть аллергическая реакция. Мы же не знаем, не можем нести за это ответственности. Лучше взять косметическое средство, то есть либо такую пудру. Либо, сейчас я покажу, где-то у меня были, вот, кто-то оставил бы. Жженые квасцы. Вообще копеечный материал, пожалуйста, прекрасно сушит. Я уже озвучивала, что я 18 лет уже в этой профессии. Ребят, ну, раньше работали этими жжеными квасами. Прекрасно. Также результаты были хорошие. Конечно, сейчас новые материалы появляются. Хочется пробовать что-то новое. Но квасцы тоже работали здорово. Поэтому, если нет у вас средствам пользоваться какими-то новомодными материалами, средствами, вполне себе можно обойтись жжеными квасцами. И вы не будете бояться какой-то реакции нехорошей. Сейчас есть еще квасцы. Блин, забыла, как фирма называется. Там же целлоформ я беру для работы с грануляциями. Если напишите мне в директ, я напишу. Сейчас вот не вспомню просто. При грануляции спонж какой лучше ложите? Антибактериальный. Ваш аккаунт просит. Мой аккаунт. Как мне его прикрепить или что? Как мне это сделать? Напишите комментарий и может вам... Так, сейчас, девочки. А вот напиши, да, девчонкам. Девчонки в комментариях пускай себе заскринят. Ну, давай, попробуем. Я написала. Закрепить вам. Ой, сколько комментариев. У меня очень продуктивный эфир. Боже мой. Так. Не вижу. А вот вижу. Ну, как-то он так. Прикрепить комментарий. О, я герой. Вот, девочки, смотрите. Вот это мой аккаунт. Также я у меня... Я недавно буквально не отстаю, так сказать, от трендов. Завела себе телеграм-канал, где более детально разбираю какие-то интересные случаи в пределах своего кабинета. Помогаю девчонкам разобраться, чтобы мне не в директ кидали, а уже кидали мне в аккаунт. Аккаунт мой. Вернее, не аккаунт. Аккаунт, как-то, пожалуйста, сказать. Мой... Мой канал в телеграм-канале называется «Подолог в бандане». Ну, то есть не перепутайте. «Подолог в бандане». Можете туда присоединяться. Я туда буду скидывать все прямые эфиры, какие я веду. Я там буду разбирать, помогать девчонкам, кто с чем не может разобраться. Свои интересные работы буду раскладывать прям подедально, да, рассказывать, что такое, как это, с чем это едят. Какими-то лайфхаками делиться и какими-то покупками интересными для работы. Ну да, я это слово не выговариваю. Я думаю, что меня простят. Ну что, девчонки, есть еще вопросы? Я думаю, надо завязывать с прямым эфиром. Боюсь, что мы потом не вылетели и сохранили его. Ну, все. Пишут, что познавательный эфир. Эфир же вот. Да, буду сохранять. Ну что, девоньки, спасибо большое, что... А еще кто-то пишет. Где жены-квасцы продаются? Девчонки, вообще жены-квасцы в аптеке продаются без проблем. То есть это как косметическое средство. Также можете рекомендовать клиентам, у кого гипергидроз, да, подсушивать стопу. Ну, это самое такое дешевое, примитивное средство, которое работает. То есть, когда клиент не может купить у вас спрей за 1200 или там за 1000, да, вы можете ему рекомендовать квасцы. Потому что, когда у вас приходит подросток с гипергидрозом, а вам нужно грануляции эти все сушить, ему нужно все равно работать со стопой еще. Помимо того, что сушить грануляцию, ему нужно подсушивать стопой. Иначе это все, знаете, как бы очень длительно будет. Поэтому обязательно что-то рекомендуйте, или спрей, или пудры какие-то уходовые. Я обязательно сделаю обзор все-таки на эту пудру. Я поработаю пару дней с ней. У меня сейчас как раз и в два раневых процесса, таких сложных, веду. Там попробую и расскажу подробно в своем канале. Расскажу и, возможно, какой-то релс залью. Поэтому присоединяйтесь. Ну все, девочки, давайте завершать. Если есть вопросы, лучше напишите мне в директ. Я боюсь просто эфир потерять. Напишите в директ. Я всегда отвечаю. Я вот всегда на связи. Я еще тот оратор. Могу рассказывать долго-долго. Большое вам спасибо, что вы были у меня со мной на связи. Пришли именно на прямой эфир. Не забудьте выполнить, пожалуйста, все условия по тому, чтобы отметить и меня, и аккаунт кликабельной отметкой. И, пожалуйста, напишите такой отзыв, чтобы он не был там. Здорово, все, спасибо, классно. Напишите, что понравилось, что не понравилось. Был ли информативный для вас эфир. Да, что узнали нового. Пишите, пожалуйста. Всего доброго, продуктивного вам дня. Доброй, платежеспособной вам аудитории. Всего хорошего.